Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 октября. И вот на вопросы зрителей, что-то вы давно не показывали свой зимний огород, ну, огород на окне, вот эти все мои растения, я сегодня хотела, ну не хотела, а прямо решила снять видео. И видео будет посвящено, конечно, муку. Смотрите, какой урожай у меня уже вырос, вот этот зимний огород. Вот это вообще все прет, все растет. Я это вот называю луковый лес. Это мой луковый лес. Заходишь и хозяйки не видать. Вот смотрите, если начинать разговаривать про огород на окне, вот лук именно на окне у меня растет. Это, конечно, больше всего относится к начинающим, потому что опытные огородники, они знают, как лук на улице вырастить, как лук на окне. Но если говорить вот изначально, для тех, кто вообще никогда не выращивал огород на окне, на подоконнике, там везде, в любом месте, вы должны понимать, что огород на окне, он тоже по сложности делится на разные вот такие группы. Я вот, ну, условно разделяю на три группы. Например, первая группа, которую можно вырастить на любом окне, можно сказать, даже в любом регионе, в любых условиях, для выращивания которых этих овощей не требуется подсветки, не требуется какого-то дополнительного оборудования. Это, конечно, лук. Все знают, кто выращивал лук. Лук можно вырастить просто, без установки каких-то лампочек, без подкормок, без каких-то там... Ну, короче, самый простой вариант. Вторая группа овощей, это та, которую можно все-таки вырастить на подоконнике, не нужно для них никакое-то специальное оборудование, но им все равно нужен свет. Это вот, вот эти вот все салаты. Потом это укроп, потому что укроп вряд ли вырастет, вымахает вот такой, как лук, без дополнительного освещения. Он начинает тянуться, делается источенным. Это редис. И третья группа, конечно, самая сложная, которую я в этом году сама буду выращивать впервые, это томаты, перцы и огурцы. Это, короче, вот те основные овощи, которые мы всегда выращиваем летом, но некоторые вот любители зимних огородов, они все-таки выращивают. И томаты полный цикл, то есть от семечки до спелого плода и огурцы, и перцы. Но тут я сразу скажу, это самый сложный вариант, потому что у них очень длительный, продолжительный вегетационный период. И чтобы получить спелую помидорку, конечно, вам потребуется и какое-то дополнительное оборудование, освещение. Просто так посеять семечко и вырастить на окне помидорку не удастся. Особенно у нас в Сибирском регионе. Я вот сижу, у меня сейчас 12 часов дня, на улице темно, как вечером. И если один день пасмурный солнца нет, второй день пасмурный солнца нет, помидорка еще на стадии рассады, вытянется, ослабнет, будут листья бледненькие, она будет слабенькая и, скорее всего, она заболеет. Мы сегодня рассмотрим самый простой вариант, это лук. Это тот вариант, с которого можно начать любому начинающему огороднику, даже если вы очень молодой или вы вообще преклонного возраста, и самый неприхотливый, самый менее трудозатратный, но очень-очень полезный овощ, это наш лук. Вот это мой луковый лес. И я сегодня специально его показываю, потому что я сегодня буду его срезать. Он очень быстро дает урожай. Смотрите, лук можно посеять с разных, ну как, исходный посевной материал может быть разный. Это может быть какие-то большие луковицы, особенно вот вечером, ой, вечером, весной, когда мы делаем переборку хранящегося лука, вы видели, есть луковицы, которые проросли, и как бы пустые, они полусгнившие. И вот весной даже такой посевной материал я использую, просто втыкаю вот так. Тут тоже есть свои нюансы. Посевной материал может быть разный. Вот от старых луковиц, потом вот такие севки, которые специально я купила, чтобы посадить. Лук-чернушка, которую можно посеять, и у него будет перо тоненькое, поменьше, но все равно это лук зеленый, тот же самый. В зимнем огороде его можно тоже применять. И посевной материал может быть разный. И вот эта субстанция, в которой мы выращиваем, вот у меня в данном случае земля, она тоже может быть разная. Тем удобен лук, что его можно вырастить и в земле, и в песке, и вообще без грунта, в опилках, и вообще даже без всего этого можно вырастить в куске поролона. Вот у меня сейчас букет стоит, еще с дня рождения остался. Вы, наверное, видели, что сейчас делают такие букеты, поролонку ставят куда-то, цветы туда втыкают, и мы потом подливаем водичку, и они пьют с этого поролона воду. Вот так же можно вырастить лук, можно взять старый поролоновый кусок, выщипывать дырок, воткнуть туда луковицу, и просто смачивать этот поролон. Тоже вырастет. Это самый чистый вариант. Но я всегда выращиваю традиционно это из земли, ну, в почву. Потом я осенью специально, вот я не выращиваю вот такой лук-севок, севинку, у меня маленький севинный участок, я покупаю вот такие луковицы осенью, и на три захода разделяю. Для того, чтобы у вас был конвейер свежей зелени, чтобы всегда был зеленый лук у вас в вашей пище, в обиходе, нужно сеять, конечно, партиями. Я вот посеяла, зачем такую большую партию? Чтобы готовить блюдо. Вот, например, сейчас мы срежем, можно сделать лук с яйцом, салат, можно испечь пирожки, начинка лук с яйцом, можно просто выщипывать и резать во все борщи, во все супы, присыпать мясные блюда. Все прекрасно знают, что лук это источник очень большого количества витаминов. Недаром всегда говорят лук от семи недуг. Но все знают, о пользе лука я даже углубляться не буду. Тут даже, мне кажется, спорить со мной никто не будет, что лук особенно, вот в такой переходный период, казалось бы, зимний огород еще и рано разводить, но вот этот лук, он нужен именно сейчас, когда слякать, когда начинается вот этот переход, резко у нас с тепла в холод, когда мы можем немножко, как бы, ну, организму требуется поддержка. Пожалуйста, ешьте лук. Потом начинаем про посевной материал. Если я вот такой использую сеянку, то делается все очень просто. Беру лоток, в котором выращиваю томаты весной, они у меня, эти лотки, многоразового использования. Насыпаю тонкий слой грунта 5 сантиметров, беру вот эту луковицу, до половины заглубляю, просто вот так вот втыкаю, редками, или сплошной мостовой, вот как камнями мастят, вымащивают дороги, прям друг в друга, все, поливаю и жду. Через 10 дней вы уже можете выборочно выщипывать самые первые появившиеся вот эти вот перышки зеленые. И еще хочу сказать про сборку урожая. Как его лучше собирать? Вот смотрите, если у вас постоянный конвейер, вот как у меня, например, я один посеяла, сейчас посею вторую партию, потом третью, то можно будет не жалеть и прям вот так взять и весь его как бы скосить, вот прям кучу. А если у вас вы хотите одну и ту же партию растянуть на, ну как, сделать продолжительное такое, и чтобы не потерялось эстетического вида, то, конечно, в первую очередь мы выщипываем самые большие и самые толстые вот эти перья. Вот эти толстые перья мы выщипываем, которые уже дошли до той стадии полной зрелости. Как бы странно это не звучало, но у лукового пирала тоже есть полная зрелость и неполная. Вот он вырос до такого размера, до такого объема, дальше он начнет уже подсыхать, вот эти хвостики начнут. И вот можно выбрать самые большие, например, сегодня вам не нужно много лука, выбрали вот такой пучок, а остальной пусть дорастает. Я сегодня свой обрежу возьму ножницы, обрежу вот так до лысого и он снова будет расти. Но до этого, конечно, мы вот так вот щипали, у меня моряк подходил, раз отщипнет, он любит лук прям без всего, без хлеба, просто подходит, пожует и все. Мы вообще все лук очень любим, зеленый лук, мне кажется, он вкусный, его можно есть и с хлебом, и без хлеба, с супом, с мясом, с рыбой, хоть с чем. Ничего сложного в этом нет. Но, я вот сейчас рассказала общие такие все, ну как, общие понятия, общие данные. Но хочу для тех, кто ни разу не высаживал, не выращивал этот лук, я, возможно, найду сегодня время и расскажу все-таки все от А до Я выращивания лука зимой. То есть, как мы землю насыпаем, как мы лук втыкаем, потому что, как бы я ни рассказывала словами, все равно находятся люди, которые не могут себе вообразить и не могут представить, как это на самом деле. И потом оказывается, что они представляли это совсем по-другому. Хотя я второго, другого варианта развития жизни лука, я даже не знаю, как можно придумать, но бывает. И я расскажу, как я втыкаю, как поливаю, как ставлю на окно. И вот начинается зимний огород, почти у каждого огородника, конечно, с лука. Потому что все мы когда-то начинали, все мы когда-то не представляли, что еще можно вырастить, кроме лука. Ну, конечно, лук. Ему и солнца не так много надо. Он не вытягивается. У него короткий вот такой срок. Он через 10 дней уже даст вам первый урожай. Потом можно идти по усложняющей, потом можно посеять салат, если у вас есть лампочка. Потом можно вырастить редиску, потом можно вырастить огурец и помидор. Но огурец и помидор я никогда до полного цикла зимой не выращивала. И скажу вам сразу, что с огурцом и с помидорами уже у меня начались сложности. Помидорам сильно жарко сейчас, потому что мы топим и у них начинают кончики листьев подсыхать, а огурец долго-долго не всходил, ну и взошел, стоит в одной паре. Я не знаю вообще смогу ли я создать ему условия, хотела на окне выращивать, но об этом обо всем потом, пока что вот мой луковый лес. У меня получилось и получится у вас, все, кто хочет заиметь у себя на окне вот такой густой луковый лес, витаминный, свежий, даже глядя на него и то уже сразу поднимается настроение. Дерзайте, садите лук. Садите лук.